Я готов. Тебе свою он дружбу предлагает. И первый сан поднял в московском царстве. Пока стою за юного царя. Да то ли он престола не оставит. Волков у нас довольны, слава богу. Победу я их. Пошевлю. А вы кого против меня пошлёте? Не казака Алькарелу, а Лемнишко? Да много ли вас? Всего-то 8 тысяч. Ошибся ты и тех не наберёшь. Я сам скажу, что войско наши дрянь. Что казаки лишь только сёла грабят. А полики лишь хвастают да пьют. А русские... Да что и говорить. Перед тобой не стану я лукавить. Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов? Не войском нет. Не польской помогой. А мнению. Да. Мнением народным. Димитрий, ты помнишь торжество и мирное его завоевание, когда везде без выстрела ему послушно издавались города, а воевод упрямых чернь вязала? Ты видел сам? Охотно ли ваши рати сражались с ним, когда же при Борисе, а нынче? Нет, Басманов, поздно спорить и раздувать холодный пепел брани. Со всем твоим умом и твёрдой волей не устоишь. Не лучше ли тебе дать первому пример благоразумный? Димитрия царём провозгласить и тем ему навеки удружить. Как думаешь? Узнаете его завтра. Решись. Он прав, он прав. Везде измена зреет. Что делать мне? Уже ли будут ждать, что по меня бунтовщики связали и выдали отрепью? Не лучше ли самому? Не изменить присяги. Не заслужить бесчестие в рот и рот. Доверенность молодого венценосца предательством ужасным заплатить. Опальному изгнаннику легко обдумывать мятеж и заговор. Но мне ли, мне ли любимца государя? На смерть, на власть, на бедствие народное. Вы знаете, как промысел небесный царевича от рук убийцы спас. Он шел казнить злодея своего, но божий суд уж поразил Бориса. Продолжение следует...